Театр имени Шаниславского, Театр имени Маисовского, Театр имени Пушкина, РКТ имени Стехова. А ты, наверное, короче, у тебя ситуация такая, что ты типа там познакомился где-нибудь по СМС с парнем, да, и не помнишь, как он выглядит, поэтому я подхожу, ты сразу улыбаешься. Слушай, ну или со мной что-то произошло после Сатори? Неважно, я тебе потом расскажу. Либо все-таки в Москве еще есть адекватные девушки, которые не вытягивают губы вот так вот. Что вы хотели? То есть ты, наверное, короче, либо прямо вот из Москвы, из Москвы, то есть ты прямо космичка, ну москвичка. Потому что вот те, кто приехали, они в основном как-то это, у них что-то звездная болезнь зашкаливает. Ты, кстати, очень классно выкрушься, какой-то такой нереальное платье, просто похоже на самурайское какое-то или на индийское, я не знаю. А че ж ты так, как бы, хорошая красит. Да, вообще, фиг, давай не будем здесь срать, давай вот здесь, короче. Она вот. Представляешь, что ты сидишь, короче, в ресторане и там вот такой пакет, это пепелец. Давай лапку. А ты ждешь кого-то? Нет, я не знаю. Это, ну, что это тебя скомпрометирует? Я хочу тебя просто в сторону от мусора отнести. Да, да, я. Подожди, а ты, у тебя какая-то встреча, что-то почему-то здесь. Нет, я просто наслаждалась днем. То есть ты после работы решила, вот, как бы, ты театрал, да? Ну, я хожу, да, в театр. Слушай, у меня некому в театр вытащить, сегодня вообще тема театра актуальная. Сейчас, я выключу телефон, чтобы он не играет. Чтобы муж не званил. Нет, просто не играет. Это какой-то нереально вместительный рюкзак просто. Да, там очень. С ним можно в лес идти на неделю, просто это жесть. Нет, нет, я не заберу. Сейчас он тяжелый при этом. Нет, не очень, там вода и... Как тебя зовут? Катя. У меня Вова зовут. Вова? Да. Очень приятно, Вова. Катенька, ты настолько какая-то вот вся интеллигентная, ну... Я же не настолько старый, чтобы меня на вы называли. Ну, я просто не знаю, поэтому... Крыса! Крыса! Смотри, ну... У тебя, видишь, ты, кстати, очень модна, ибо у тебя вот эта штучка сочетается с тапками там все... Подожди секунду, ну, какие-то штуковины вообще. Нет, просто сюда можно что-то положить. Подожди, я просто проверю, она сквозная или нет. Я... Не-не-не, стой, да, просто эксперимент. Вот можно ли в супермаркете стырить бутылку лимонада? Херак. Смотри, никто не зависит даже, блядь. Ты вообще просто... Я понял, мне нужно такое же платье, и меня вообще никто не заподозрит, когда я буду идти по супермаркету. Катенька, я на самом деле вообще совершенно бесцельно. Я иду мимо, смотрю ты. Думаю, надо подойти, что ты хорошего скажешь. У меня в последнее время какая-то такая потребность. Мне нравятся, у тебя волосы такие, понимаешь, какие-то вот мягкие, шелковистые, короче. Wash and go. Да-да-да. А ты где-то в стране, в центре работаешь или что? Ну, нет, у меня сейчас встреча будет, и я коротаю время, вот сейчас найду в магазин. Как обычно делают женщины? Да. Смотрят всякие штучки. Да, мне нужна сумочка, я себе ищу вот. А клач или сумочка? Клач, клач. А какого цвета? Черный, мне нужно подплатье. Короче, меня не перестают женщины поражать, то есть вот. Ладно, это долгая история, там, вот недавно была история про, короче, про то, что девушка взяла, была в зеленом салатовом платье, у нее салатовая сумочка. И, короче, на следующий день ей надо было идти в другом платье, в коричневом, а сумочка забыла вторую, ну, сумочку. И была такая, это просто реакция, что я забыла сумочку, как я пойду, блин, знаешь, салатовая сумочка, и, блин, это вообще геморрой, вот на мужикам просто. Ну, да. Одел штаны вот такие, как у себя, подожди. Я еще раз, это важно, подожди. Оп. Та-да-да-дам. Не-не-не, богатит, это моя вода. Смотри, не, ну, кстати, мне очень нравится. Это вообще наикосмические шеи. Спасибо большое. Короче, делаем сейчас так. Нет, знаешь, а мне хочется прямо вот сейчас рядом вот так вот встать почему-то, посмотреть, как по энергии вообще как нормально будет. Вот, мы смотрим, все вообще интересно. Давай как рабочие колхозницы вот так. Вот так они стояли, короче. Вот, слушай, давай, короче, сделаем так. Придется записать твой телефон. Придется. Я буду вынужден это сделать. Ну, я тебе как-нибудь на днях наберу там, если получится, чай попьем. Я думаю, это классная идея. Ты придешь в этом платье и будешь, если у нас останется что-то, ты, короче, и с собой. С собой. Не, смотри, конечно, нужно устроить новую услугу в ресторане. То есть, когда ты говоришь, а можно с собой завернуть? Там же пакетики, там коробочки. А тут другая услуга, приходит Катенька в платье. Говорит, кидай все, говорит, мне куда это нести, скажите адрес. Это мультик «Царевна-Лебедь» как один рукавом, вторым рукавом. Ну, я слишком стар для «Царевны-Лебеди». Сколько лет? Мне 31 от Рождества Христова. А мне вот, как ты думаешь? Сейчас, одну секундочку. Я тебе перезвоню сейчас, мужик. Сейчас перезвоню. Мне, а, тебе? Да я вообще не думаю, прикинь. Я последние три дня просто не думал. Ну, сколько примерно? Ты такая статная, прям. Я не буду трогать, подожди, это важно. Нет, ты сказал мне, что? Ну, я потом потрогаю, хорошо. Сколько тебе? Ну, мне так же почти, как тебе. Ну, это же сам Бог велел нам с тобой увидеться на днях. Короче, да все уже решено, что ты, смотри, чтобы сейчас... Только вот это вот, короче, да-да, вот это вот можно убрать. И быть самим собой. Почему ты короче в вашем, твоем, мексиконе? Ну, у меня есть такой, я вообще колхозник. Я, короче, из деревни Самарской области. И я здесь живу уже три с половиной года, но во мне это вот колхоз... Понимаешь, человека из деревни убрать легко, а деревню из человека вообще нереально практически. Девушки говорят, которые приехали. Ну, я, можно сказать, дедушка, который приехал. Что-то ты спрашивала. Позвольте, дядька. Не лев? Я козий рок. О, господи. О, господи. Как девочки обычно говорят... А ты... Какого числа? Девятнадцатого. Я третьего. А я на крещение, короче. Я прям... Да. А ты не... Ну, я чуть-чуть пораньше. У тебя так пахнет вообще, просто вот аромат Катеньки доносится досюда. Мне очень нравится. Знаешь, как мухин называется? Как называется? Жардан де медитерия. А ты по-французски говоришь, да? Вы любите кушать с моим сусом? Нет. Почему? Вы любите. Почему? Сейчас, это важно. Блин, офигеть. И вот, ну, причем практически нет нотки с сигарет. Да. Ну, видимо, значит, я не курю так. Просто мне так захотелось что-то. Блин, сейчас, это важно. О, во-первых, это важно. Блин, брови. Не, я люблю трогать брови, короче. Да, ты не поверишь. Ты когда свои трогай, сейчас. Сейчас, сейчас. Ты как смотрел один плюс один, он там уши. А что это? Это фильм или что-то? Ты не смотрел один плюс один. Я не смотрел один плюс один. Так, секс. Я, в следующей встрече, смотря один плюс один. То есть, мы с тобой залезем под одеялко, наберем вкусняшку и включим один плюс один. Под одеялко мы, я даже не знаю. Но это будет когда-нибудь? Когда-нибудь? Ну, хорошо, это будет когда-нибудь. Если повезет. Если нам обоим повезет. Не, ну, я просто, понимаешь, человек адекватный. Да? Понятно, что если мужчина подходит к женщине, то, наверное, не потому, что он хочет поговорить с ней об устройстве андронного коллайдера. Я тоже надеюсь, что так. И то, что рано или поздно, как вариант, это случится, я понимаю, что ты девочка, и тебе надо сказать, нет, я не так. Ради бога, это я такой. То есть, вали все на меня. Хорошо. Представляешь, как повезло. Есть мужчина, с которым может делать все, что хочется, и вали все на них. Это прекрасно. Да это замечательно. Мужчина, который блюд на соответственность, очень редко. Слушай, а говорят, что это какая-то проблема, но хотя не знаю, что совсем что-то. Есть проблема большая. Слушай, но у тебя уже есть один такой. О, отлично. Теперь. Пиши телефон. Катенька, сейчас. Давай ты сейчас мне сама запишешь шоу. Это доверие к тебе. Я сейчас отвернусь, а ты все еще здесь с моим телефоном? Подожди, я сделаю тебе дозвон. Окей. Катерин. Это важно. Я правильно сказал? Это важно. Это важно. Это важно. Что бы еще сказать? А, плюс-то. Я не могу 6, но на самом деле 3 дней. Потому что я 3 дня живу в лесу. Звонит? Твой рюкзак звонит? Да. Твой белый телефон. Белый. Катенька, смотри, мы делаем, значит, так. Это не за тобой? Значит, за мной. Смотри, мы делаем так. Я тебе тут через пару дней позвоню, и мы как-нибудь с тобой слоимся и будем пить чай. Хорошо. Даже не беги пока. Дай вторую тоже. Меня ждет сумочка. Кто? Сумочка ждет. Сейчас, она подождет. Есть вещи более важные, чем сумочка. Вот, и если вдруг я куда-то денусь, набери меня сама. Можешь написать? Ты же как девочка напишешь там. Хорошо. Привет, это Катенька. Хорошо. Давай тебе офигенского, ну подожди. Оп. Офигенского шопинга. Спасибо. Классного вечера. Я дурала красное платье себе. А белье? Белье. Белье пока не дошла до белья. Ну мы вместе потом сходим. О, хорошо. Мне нравится. Я, знаешь, все время вижу, как женщина идет в магазин белья, а мужик стоит в коридоре, короче. И то есть вот, ну что такое? То есть своей женщине нужно же прям помогать. Он же должен смотреть, в каком она будет. Конечно. И вообще, куда катится мир? Я не знаю. Все, давай щеки. Щеки, щеки. Дай другую. И меня теперь. На сегодня по-французски. Давай, классный вечер тебе. Спасибо тебе. Пока. Пока. Мужик, сейчас она уйдет. Короче, я тебе напоминаю, что 15 августа состоится мой тренинг групповой, который буду полностью вести я и еще два моих тренера. Вот. И если ты еще хочешь успеть на него записаться, то под этим видео ты увидишь телефон, ты увидишь почту. Там ты можешь оставить заявку. И, соответственно, мой помощник расскажет тебе все подробности, сколько стоит, какие условия и так далее. Торопись. Группа будет большая. Да, хотим сделать очень масштабно. Но так или иначе количество мест будет ограничено. Увидимся на тренинге. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok